Всем привет! Мальчишки, девчонки, также их родители. Потрещать про компрессоры не хотите ли? Сегодня я предлагаю побеседовать о том, как пользоваться компрессором. Очень подробно об этом я рассказываю в своих интенсивах, там есть много посвященного этому. Сегодня я буду говорить на примере компрессора FabFilter Pro C2. На самом деле принципы одинаковы для всех компрессоров, и не стоит думать, что какой-то волшебный компрессор сделает что-то особенным образом. Конечно, есть приборы, которые имеют какие-то свои характерные особенности, и мы их за это любим. Но я считаю, что Pro C2 это компрессор, который наиболее иллюстративен, наиболее понятный, и наиболее подходящий для того, чтобы поговорить о том, что такое компрессия, с чем ее едят, и как всем этим пользоваться. Я помню свои ощущения, когда впервые столкнулся с компрессором. Мне все старшие товарищи говорили, вот, Илюх, значит, нужен компрессор. И я все не мог понять, что он делает. Я купил себе белую педальку Dodd Milk Box для гитары, и вообще не мог понять, в чем суть, и что происходит, и главное, как это услышать, что же там делает этот чертов компрессор. В общем, время прошло, я немножко подразобрался, и думаю, что могу что-то рассказать и своим подписчикам. Обратите внимание, что в описании к видео есть ссылки на всякие мои ресурсы. Можно, в принципе, подписаться на канал, не побрезговать, и, скорее всего, на нем будет происходить что-то интересное. Итак, поехали. Я по просьбам трудящихся уменьшил свое громадное лицо в правой нижней части кадра. Я думаю, что оно теперь вам не будет так сильно мешать. Вот видите, такое маленькое квадратное лицо. Я вообще могу его убрать и просто говорить за кадром, но пусть пока будет маленькое квадратное лицо. Итак, перед нами окно компрессора FabFilter Pro C2. Давайте сначала поговорим о том, что такое компрессор в принципе. Я не буду пока включать официально никакую музыку, я ее выключу. Точнее, как? Вы знаете, я ее включу, но вы не будете ее слышать, чтобы красиво дергались стрелочки, индикаторы, и вы видели всю эту безумную прелесть. Что такое компрессор? Компрессор изначально, кстати, забавно, в некоторых советских источниках компрессор наименовался как АРУ, автоматический регулятор уровня. Как ни трудно догадаться из этого названия, компрессор это прибор, который позволяет автоматически регулировать уровень сигнала. Я считаю, что Pro C, как я уже говорил, это, наверное, самый наглядный из компрессоров, доступных на сегодняшний день. Кстати, если вы знаете какой-то получше, посоветуйте в комментариях, я с радостью прислушаюсь. У меня Pro C используется чаще всего как сайдчейн компрессор, об этом мы поговорим чуть позже, но иногда я использую его и просто как компрессор. Итак, как компрессор работает? Если мы посмотрим на индикацию, мы увидим некую кривую, по которой у нас можно определять, как компрессор работает. У любого компрессора есть такой параметр, как трэш-холд. Трэш-холд это точка срабатывания, грубо говоря, я это так называю. Это тот уровень, при достижении которого компрессор начинает непосредственно компрессировать, то есть сделать сигнал тише. То, насколько сильно он делает сигнал тише, называется Ratio, или, как говорят у нас, Ratio. В общем, это коэффициент компрессии, называйте как хотите. В комментариях скажут, не у всех компрессоров есть трэш-холд. Вот, например, La2. Да, есть компрессоры с фиксированным трэш-холдом, где мы можем управлять количеством компрессии при помощи управления уровнем входного сигнала. В любом компрессоре сигнал после попадания в компрессор делится на так называемую сигнальную цепь и детекторную цепь. Что это такое? Детекторная цепь — это та цепь компрессора, которую мы не слышим, но которую, грубо говоря, компрессор анализирует и принимает решение, в кавычках принимает решение, о том, как компрессировать. Сигнальная цепь — это то, что происходит с сигналом и что мы с вами слышим. Чуть позже понадобится это знать. Итак, то, насколько сильно компрессор компрессирует, называется Ratio. Есть чудесная метафора, ладно, о ней позже. Почти у каждого компрессора есть параметр атака. Многие, особенно поначалу, его неправильно воспринимают, думая, что атака — это то, как сильно компрессор подчеркивает атаку. Ну, в каком-то смысле это и так. Чем руководствоваться при настройке этого параметра? Грубо говоря, чем больше атака, чем она длиннее, тем компрессор медленнее срабатывает. Что происходит в соответствии с этим? Тем сильнее компрессор пропускает импульс от, грубо говоря, нашего сигнала. Есть смешная метафора о том, что трэш-холд — это... Ну, в общем, что компрессор работает так, как твоя мама, когда ты громко слушаешь музыку. Ну, типа, трэш-холд — это на какой громкости музыки мама забегает в комнату, Ratio — это насколько тише мама делает музыку, атака — это как быстро мама делает музыку тише, релиз — это как быстро ты делаешь ее обратно громко. Такая вот незамысловатая метафора. Не помню, у кого я ее встретил, но немножко улыбнулся. Итак, соответственно, чем короче атака, тем меньшую часть импульса, меньшую часть сигнала компрессор пропускает. Об этом важно помнить, особенно когда вы работаете с низкочастотными источниками. Если вы сделаете, например, атаку на бочке очень короткой, то, скорее всего, низкочастотная составляющая тоже будет довольно сильно компрессироваться и не будет пропущена, скажем так, компрессором. Чем атака выше, тем сильнее мы пропускаем первичный импульс. Релиз — это время, за которое компрессор открывается обратно, к первоначальному, скажем, состоянию. Существует теория, что важно подбирать атаку и релиз в зависимости от темпа. Да, это иногда работает, но это не панацея, и совершенно не стоит думать, что если вы не подбираете атаку и релиз под темп, то все, вы провалились. Соответственно, мы с вами можем видеть, когда сигнал достигает точки срабатывания, вот здесь отображается то, насколько он сильно компрессируется. Сейчас он, кстати, компрессируется совершенно мягко. Интересно, с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что он у нас... А вот с чем это связано, подскажите мне. Вот так будет правильно. Соответственно, видите, если атака максимально короткая, то импульс компрессируется практически сразу. А так, хорошо, импульс — это не очень правильный термин. Можно меня за это съесть. Соответственно, чем дольше релиз, тем медленнее компрессор восстанавливается до первичного значения. В ProC2 также есть параметр Hold, который контролирует, насколько мы хотим удерживать сигнал на скомпрессированном уровне. Можете увидеть, он некоторое время висит Hold и затем открывается обратно. Это тоже полезно иметь такой параметр, довольно нестандартный для компрессоров. Мне он очень помогает, когда я чейню басы от бочек, потому что это позволяет немножко продлить время компрессии баса и поместить туда низ от бочки. Как бы странно это ни звучало. В компрессоре ProC2 также есть параметр Range. Мы можем ограничить максимальный диапазон, насколько компрессор в этих настройках может компрессировать. И, естественно, важный параметр, который называется Knee. Переводится дословно это как колено. Что это значит? Компрессоры часто делят на Hard Knee и Soft Knee. Hard Knee компрессор — это компрессор, который сразу же начинает компрессировать с заданным коэффициентом компрессии мгновенно. Soft Knee компрессор — это компрессор, который начинает увеличивать, грубо говоря, коэффициент компрессии тем сильнее, чем сильнее сигнал превышает точку срабатывания. По-моему, все очень просто. Внизу, то, что я только что закрыл, есть важная секция External. Здесь мы можем, во-первых, главным образом эта секция посвящена управлению детекторной цепью. Здесь мы можем применять различные фильтры разной крутизны спада, эквализируя детекторную цепочку SideChain. Для чего это нужно? Ну, например, если вы хотите пожать микс, но чтобы компрессор не сильно реагировал на бочку, либо чтобы он не сильно реагировал наверх, либо чтобы он реагировал только на середину, что часто делают при компрессии всей микс-шины. Соответственно, что мы можем делать при помощи компрессора? Давайте, я думаю, время открыть на секундочку музыку. Кстати, хороший пример. Для того, чтобы починить музыку от вокала, я тоже использую Pro C2, настроенный вот таким образом, чтобы не быть голословным. Я жму его от внешнего сигнала своего микрофона. Это делается таким образом. В Reaper мы беремся за иконку роутинга, перетягиваем на канал плагина, убеждаемся, что выбран третий-четвертый канал внутри канала. Да, в Reaper может быть до 128 каналов теперь внутри одного канала. После этого, сейчас я удалю обратно этот сент, потому что он у меня уже был сделан. После этого важно убедиться вот здесь в настройках роутинга, что каналы 3-4 назначаются на стерео-сайдчейн. Кстати, если бы каналов было, например, 6, и я бы хотел, чтобы один прибор на этом треке, например, чейнился от вокала, второй чейнился от малого барабана, то я бы создал бы еще бы два трека и на другом приборе назначил бы канал 5-6 источником сигнала для сайдчейна. Соответственно, когда я говорю, происходит следующее. Почему я использую low-pass и high-pass фильтры? Потому что я не хочу, чтобы, когда я буду цыкать своим ртом, барабаны компрессировались. Ну, например, смотрите. Это не классно, да? Беспонтово. Поэтому мы это выключим. Я могу цыкать до бесконечности. Ну и самый низ, просто чтобы, если какая-то спонтанная вибрация прилетит, чтобы тоже все не прокомпрессировалось слишком сильно. На всякий случай для... Давайте мы вернемся к сайдчейн-компрессии чуть попозже. Это просто постольку-поскольку, раз уж мы об этом заговорили. Я возвращаюсь к компрессоре на шине барабанов. И давайте посмотрим более наглядно на то, о чем я говорил. Есть такой подход. Он описывается в книге Майка Пола Ставру, который называется Mixing with your mind. Сведение разума. Он говорит о том, что компрессор — это как сейф. И есть определенная последовательность подбора шифра к нему. А этот хороший прием я вам сейчас покажу. Работает это примерно следующим образом. Мы выставляем высокий коэффициент компрессии, ставим треш-холл так, чтобы компрессор довольно сильно срабатывал. Отпускаем релиз на минимум и подбираем атаку. В зависимости от того, чего мы хотим. Если атака короткая, то мы убиваем транзиенты, делаем сигнал более, как сказать, жамканным. Если атака более длинная, то мы пропускаем больше транзиентной информации. Ну, просто чтобы вы поняли, что я не вру. Подбираем атаку в зависимости от того, чего нам хочется. В данном случае, например, нам хочется, как говорят сейчас в модных шортсах, сделать панчовые барабаны. Соответственно, мы хотим пропустить атаку барабанов чуть-чуть вперед. При этом я не хочу, чтобы компрессор сильно срабатывал от суб-низу, поэтому я аккуратно порежу суб-низ. Затем отпускаю ratio, коэффициент, отпускаю threshold и подбираю релиз. Я это делаю всегда на слух. Грубо говоря, если релиз слишком долгий, компрессор не успевает открыться до следующего удара. Если слишком быстрый, сигнал будет звучать, я скажу, ну, как бы грязнее. И дальше подбираем коэффициент. Байпас. На мой взгляд, очень важно всегда подравнивать субъективный уровень громкости, особенно при работе с компрессорами, ну и с эквалайзерами, и любым другим процессингом тоже. Хотя у меня функция aftergain отключена по умолчанию в Pro C2. Что она делает? Она как бы автоматически компенсирует громкость, но на мой взгляд, она это делает как-то не очень корректно, поэтому я предпочитаю делать это руками. Грубо говоря, сравнивая громкость до компрессора и после компрессора. Похоже. Правда, мне не очень нравится, что он работает сильно от хэтов, поэтому я бы верх тоже подснял в детекторе. Кстати, мы в любое время можем послушать детекторный сигнал, если нажмем на кнопочку Audition. Мерзковато звучит, да? Таким образом, очень легко найти подходящие настройки. Соответственно, часто нам бывает нужна более экстремальная компрессия, более радикальная. Она будет тем радикальнее, чем выше будет коэффициент сжатия и чем короче будет релиз. В этих барабанах уже все пожато, и это synthwave, но тем не менее. Идем дальше. Очень частый прием. Там напишут, а почему вы показываете все только на барабанах? Хорошо. Давайте откроем что-нибудь другое. Например, здесь же должен быть бас. Представляете, кто-то украл у нас бас. Но мы же не такие. Мы его вернем. Его украл звукорежиссер Илья Лукашев. По всей видимости, вернем бас народу. Возьмем тот же самый Pro-C2. Pro-C2, как некоторые называют. Соответственно, при помощи компрессора мы можем подчеркнуть атаки. Так же, как и в барабанах. Мне, честно говоря, с барабанов все это понятно. Поэтому я все показываю в барабанах. Есть, кстати, опция авторелиз. Она не делает то, что я хочу в данном случае. Очень дерган настало. Я думаю, что рейти надо отпустить. Очень частый прием, который используют и постоянно пропагандирует. Называется параллельная компрессия. Прием еженый, переезженный, ультразаезженный. Каким образом это работает? Мы можем добавить демоническую компрессию на нужный нам с вами канал. В данном случае это снова будут барабаны. Соответственно, вы слышите наверняка, что в то время, как компрессор отпускает заданным нам релизом сигнал, все хвосты вылезают. У нас появляется такой очень накачанный, перекачанный, более экспрессивный звук. Суть параллельной компрессии в том, что мы можем параллельно подмешивать компрессированный сигнал к чистому. Об этом уже говорили тысячу раз везде, но на всякий случай скажу тысячу первый раз. В Reaper это можно делать при помощи ручки WetDry. Вот здесь, в верхнем правом углу открытого плагина. Это позволяет и сохранить немножко естественную динамику, при этом сжать общий диапазон, вытащить хвосты, вытащить сустейн, тон из барабанов или любых других инструментов. Чтобы не быть голословным, давайте возьмем вокал с ревербами и компрессией. Вы можете поругать меня за это, кстати, в комментариях. Классный фланжер. Соответственно, мы можем немножко жонглировать балансом между компрессированным и чистым сигналом, чтобы сохранять какую-то натуральность, если она изначально есть, и при этом добавлять все те артефакты компрессии, которые мы так любим и о которых мы мечтаем. Если кто-то не знает, то DSR, по сути, чаще всего является тоже вариацией компрессора, который просто срабатывает на сибиллянтной согласной. Сделать это очень просто. Мы можем при помощи управления сайдчейн составляющей, управления сайдчейн составляющей, вырезать лишнее тело, лишний низ, оставив только мешающие нам сибиллянты. Можем их послушать. Таким образом компрессор будет срабатывать только на шипящие, свистящие звуки. По сути, превращаясь в DSR. Правда, я бы атаку сделал покороче для этого. В данном случае это, конечно, такой жесткий гротеск, и так с этим вокалом поступать не нужно. Он довольно специфический, уже с процессингом и фленджерами от артиста. Но я думаю, что суть идеи вы поняли. Что еще важно понимать? Существует популярное мнение, и я с ним согласен, что коэффициенты компрессии не складываются, а множатся. И когда вы компрессируете сначала вокал 4 к 1, потом микс 10 к 1, грубо говоря, вы получаете коэффициент сжатия 40 к 1. Это немножко не так, но эффект имеет абсолютно такой. Поэтому, когда вы что-то сильно компрессируете, не забывайте о том, что сигнал можно пережать. И на мой взгляд, субъективно, чем сильнее мы компрессируем тот или иной сигнал, тем субъективно мельче и точечнее становится источник в миксе. Это и хорошо, и плохо одновременно. Короче, нельзя сказать, что это плохо. Это просто особенность, которая, например, позволяет очень классно манипулировать с теми элементами, которые мы хотим разместить глубже в миксе. Если мы сделаем просто какой-то не очень, ну, какой-то динамичный элемент, сделаем тихо, то мы будем на его самых громких частях его слышать, а на самых тихих он прослушиваться не будет. Соответственно, если мы скомпрессируем сигнал и сделаем его тихим и отдалим при помощи эквализации пространства, он все равно будет занимать более стабильное положение в миксе. В принципе, я бы рекомендовал отчасти иногда смотреть на компрессор как на инструмент стабилизации расположения инструмента в миксе. Компрессор не позволяет... Это как можно представить себе, как некую, не знаю, натянутую ленту из резины, через которую источник не может приблизиться дальше, чем мы ему позволим. Вот. Так, идем дальше. Что я не сказал. Компрессоры часто используются на мастер-шине, на сумме всех элементов. Они говорят как о клее, что это глю-компрессия, она позволяет все склеить. Да, она позволяет все склеить, просто не забывайте о том, что компрессор будет срабатывать от самых громких элементов, и чаще всего ваша бочка и снейр, и вокал будут просаживать всю остальную музыку в зависимости от того, как вы настроите компрессор. Поэтому я бы рекомендовал не сходить с ума по шинной компрессии, ну, по мастер-компрессии, а скорее больше использовать компрессию на подгруппах и отдельных инструментах. Но тут уже личное дело каждого. Конечно, компрессия на мастере тоже иногда помогает. Я не считаю, что Pro-C идеальный для этого компрессор, тем не менее, наверняка он может справляться с такими, такого рода задачами. Сейчас компрессор работает в режиме Internal Side Chain, то есть он чейнется сам от себя. Окей, не сам от себя, а от того сигнала, который в него приходит. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, у Pro-C 2 есть некоторое количество вшитых стилей компрессии. Они влияют на временные характеристики, на то, как компрессор себя ведет во временном домене. Это очень наглядно тоже можно здесь увидеть. И услышать. Обратите внимание, что, например, в режиме Clean он звучит, ну, он себя ведет довольно дерганно и очень быстро. Это видно даже по графику вот здесь. Я не советую смотреть на этот график, потому что у нас с вами есть определенная цель этого видео. Поэтому мы тут смотрим на стрелочки и графики. Субтитры сделал DimaTorzok Я часто работаю с низкими коэффициентами компрессии 1,5 к 1, 1,7 к 1. Мне кажется, это позволяет сделать эффект компрессии более близким к натуральному контролю уровня при помощи фейдера. Тем не менее, это не всегда нужно. Иногда нужна радикальная, более радикальная компрессия. Но существует еще масса компрессоров. Существуют компрессоры, которые по-разному окрашивают сигнал, которые ведут себя, ну, в общем, как тон-боксы в некотором смысле, да, дают какую-то специфическую окраску. Сегодня наша с вами речь шла о Pro-C2. И я даже не знаю, что еще о нем рассказать. Вроде бы компрессор такая простейшая вот вещь. При помощи него, повторюсь, мы можем подчеркнуть атаки, сгладить атаки, вытащить пространство и сделать, например, записанные барабаны более агрессивно звучащими. Давайте сейчас я снова допущу эту страшную ошибку и на ходу, прямо во время съемки видео, начну искать какие-нибудь живые барабаны, в которых есть какой-нибудь рум. И просто покажу вам, как это работает. Живые барабаны и рум. Рум, 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 рум. Снэр, рум. Вот, Front of Kit. Отлично. Если мы сделаем атаку очень короткой, релиз довольно коротким. Пайпас. Можно сделать вот так. Грубо говоря, барабан начинает звучать сильно более агрессивно. И, конечно, при записи барабанов компрессор является очень полезным инструментом. Я не говорю, что все нужно так компрессировать, но иногда иметь канал компрессированных сильно румов помогает очень сильно эмоционально помочь барабанщику. Ты ему подмешиваешь эти румы, и он начинает сразу чувствовать себя более увесисто, рок-н-рольно и круто, скажем так. При помощи компрессора мы можем компрессировать определенные части спектра. Ну, точнее дело так, чтобы компрессор реагировал на определенные части спектра. Как я вам уже говорил, он может использоваться, например, как диэссер. В общем, все, что касается контроля уровня, можно делать при помощи компрессора. Я даже не знаю, о чем тут еще говорить. Казалось бы, видео нужно делать на два часа, но просто о чем еще рассказать? Если вдруг вы знаете, о чем еще надо рассказать, обязательно напишите в комментариях. И я вернусь к вам со второй частью этого прекрасного видео. Большое спасибо. Подписывайтесь, лайкайте и ставьте колокольца. Вот. Всем шалом.